Совсем недавно я рассказывала о семенах томатов, которые выбрала для посева в этом году. А так как у перцев и баклажанов очень длинный период вегетации, гораздо длиннее даже чем у помидоров, то сеять их нужно начинать раньше. Поэтому предлагаю сегодня сделать краткий обзор сортов и гибридов семян сладкого перца, которые я выбрала для посадки в этом сезоне. Можно посеять их на рассаду, а заодно обсудить ключевые моменты в этом процессе. Итак, начну с того, что в среднем у перца созревание плодов начинается дней через 80-150 после всходов. Но если быть более точной, то у него, как и у любого другого овоща, есть разные периоды созревания. Это ранние, средние и позднеспелые сорта. К примеру, у раннеспелых сортов этот период составляет 90-120 дней, у средние – 120-140, а у позднеспелых сортов это 140 и более дней. И вот именно от того, с каким периодом созревания мы выбрали тот или иной сорт, напрямую зависит и возраст рассады, которого она должна быть к моменту высадки в открытый грунт. К примеру, для ранних сортов он должен быть дней 60, для средних – 60-70, а вот для позднеспелых – около 80 дней. Но тут опять же таки учитываем место, куда мы будем высаживать рассаду – в открытый грунт или в теплицу. Если, например, в отапливаемую теплицу, то соответственные сроки посева семян нужно сдвинуть на более раннее время. А если же в открытый грунт, то для того, чтобы рассчитать точную дату посева, нужно оттолкнуться от даты высадки рассады в открытый грунт. Иными словами, это тот период, когда почва прогревается градусов до 15 на глубине 10 см. Например, на юге – это середина-конец апреля. В средней полосе России – это ориентировочно середина мая. А вот в более северных широтах – это не ранее, чем начало июня. И тут все просто. Возьмем, например, среднеспелые и поздние сорта. Так как к моменту высадки рассада должна быть 70-дневного возраста, прибавляем 3 дня на проращивание семян, дни 7 на всходы, и получаем, что на все про все нам нужно 80 дней. Ну, а так как у меня в среднем по Волжье момент высадки готовой рассады в грунт, то есть точка обратного отсчета, есть начало мая, ориентировочно 10 число, то отсчитываем в обратную сторону 80 дней, и получаем, что самое оптимальное время для посева семян перца – это 20 февраля. Далее, помимо того, что очень важно правильно рассчитать срок посева семян, нужно выбирать районированные сорта, которые уже адаптированы к условиям конкретного региона. Например, для выращивания в южной местности подойдет любой сорт и гибрид. Там даже можно выращивать высокопродуктивные поздние сорта. Но на севере лучше выращивать скороспелые сорта, которые пусть даже будут менее урожайные, но зато с более короткими сроками созревания. И будет лучше высаживать рассаду только в теплице. Ну, а в условиях средней полосы подойдут ранние и среднеспелые сорта. Также выбираем сорт или гибрид. В зависимости от того, хотите ли вы в дальнейшем собирать собственные семена. Если да, то, конечно же, выбираем сорт. Если нет, то гибрид. И, наконец, выбираем по внешним признакам плодов. Хорошо, что их существует огромное разнообразие как цветов, так и форм. Например, в этом году я выбрала сорт красный куб. Это среднеспелый, крупноплодный, очень урожайный сорт сладкого перца, который подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Плоды у него очень крупные, массой до 200 граммов, такой кубовидной формы. И имеют гладкую, глянцевую и немного ребристую поверхность. Еще один раннеспелый, высокоурожайный сорт с толстостенными плодами, ярко-оранжевого цвета. И такой прямоугольной формы под названием Big Mama. Эти перцы, они тоже подходят для выращивания и в открытом грунте, и в теплице. И благодаря своему такому яркому колориту, из них получаются очень вкусные салаты, фаршированные блюда и аппетитные заготовки. Еще один крупноплодный сорт, который пользуется большущей популярностью у дачников, это калифорнийское чудо. Этот перец, хоть и не гибрид, но он обладает такими качествами, которые характерны для гибридов. Например, высокая урожайность, стрессоустойчивость и сопротивляемость ко многим заболеваниям перца. Он также подходит и для открытого грунта, и для теплиц. А сами плоды отличаются хорошей лёжкостью. И, наконец, четвертый вариант, это такой раннеспелый гибрид Руза F1. Плоды у него крупные, конусовидной формы, с сочной мякотью, толщиной до 5 мм. И в биологической спелости они красного цвета. Этот перчик я выбрала впервые, и надеюсь, что описание сорта по своим вкусовым и качественным характеристикам будет соответствовать заявленным. И, наконец, определившись с сортами, я приступаю к самому пассиву. Для этого я сначала семена проращиваю, для чего заворачиваю их во влажной марле и выдерживаю в закрытом контейнере несколько дней в тёмном и тёплом месте. А когда они наклюнутся, то высеваю их на рассаду в самодельные стаканчики, о которых я рассказывала в предыдущем видео, по два семечка в каждой, на глубину полсантиметра. Примерно через месяц, когда осенцы подрастут, я их пересажу методом перевалки в большую по объёму ёмкость, а уже в мае также парочками буду высаживать в открытый грунт. Так они будут расти надёжнее и поддерживать друг друга. И в завершении напомню, что, несмотря на то, что перец – это растение короткого светового дня, первые недели 3-4 я устраиваю сеянцам световой день часов по 15. То есть утром, уходя на работу, включаю досветку, а вечером, ложась спать, выключаю. В этот период яркое освещение пойдёт им только на пользу. Они не будут вытягиваться и таким образом ускорится их рост. В дальнейшем же для нормального развития им нужен будет укороченный световой день и освещения часов по 8-12 в сутки им будет вполне достаточно. Именно это обеспечит их правильное формирование, более раннее цветение и формирование плодов. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok